Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 9 июня, и с вами именинно в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Феодоры и Иоанна. Мир и благословение Божие, то пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память святых мучеников Феодоры и Дедима. В правлении злочестивого царя Максимиана жила в Александрии девица Феодора, благородного происхождения и воспитания. Как крестьянка была она выведена на судилище предъязычников. После долгих истязаний за веру Христову ее, по повелению князя-мучителя, бросили в блудный дом. И всем воинам было разрешено входить к ней и удовлетворять свою плотскую похоть. Святая Феодора прилежно молилась Богу, чтобы сохранил он ее от осквернения. Во время этой молитвы вошел к ней воин по имени Дедим. Поведал ей, что и он, раб Христов, облег ее в свои воинские доспехи, сам надел на себя ее женское платье. После этого выпустил ее на волю, а там остался в блудилище. За это он был схвачен и приведен к судье. На судилище исповедовал себя христианином, признался, что спас Феодору от поругания и сказал, что готов умереть за Христа. Был приговорен к смерти и выведен на место казни. Тогда прибежала к нему и Феодора и воскликнула, хотя и спас ты мою честь, не просила я у тебя, чтобы ты избавил меня от смерти. Уступи мне мученическую кончину. На это святой Дедиме я ответил, возлюбленная сестра, не мешай мне умереть за Христа и собственной кровью омыть свои грехи. Услышав этот спор, язычники их обоих приговорили к усечению мечом. После казни их тела были сожжены в огне. Благочестно пострадали святые и стяжали венцы вечной славы в 304 году в Александрии. Человеческая душа подобна некоему сосуду, цель которого стяжать благодать Духа Святаго Божьего, то есть вместить Божественную благодать. И это действие, точнее священное действие, оно возможно при условии, если сосуд будет целым, целостным. Поэтому в аскетической литературе постоянно проводится такая параллель духовных успехов и целомудренной жизни. Между целомудрием и преуспеванием в жизни с Богом абсолютно прямая связь. Поэтому в жизни подвижников и в духовной литературе, и в аскетической, всегда этому внимания уделяется весьма достаточно. И когда инок принимает монашеские обеты, он среди трех основных обещаний Богу дает обет целомудрия. И когда супруги вступают в брак, церковь о них молится, и они друг другу обещают хранить целомудрие. Целомудрие. Целомудрие не в смысле воздержания от супружеских отношений, а сохранение чистоты брака. Брак честен и ложе не скверно, как говорят об этом молитвы церкви на чинвенчание. Это та истина, которую мир не может вместить. Истина о том, что без целомудрия невозможна целостность души, а без целостности души невозможно стяжение благодати Святого Духа. Но, точнее, дьявол, который правит балом в этом мире, он прекрасно это понимает. Поэтому, когда он вдохновлял одного из своих товарищей, Адольфа Гитлера, на порабощение славянских народов, то в образующих эту деятельность документах, там красной нитью проходила тема пропаганды разврата, поронографии и растления порабощенных народов. Но здесь все понятно, потому что скотиной управлять очень легко. Но потому что ей нужно совсем от жизни немного. Потому что, когда инстинкты подавляют разум и совесть, то очень легко манипулировать этими животными влечениями. Поэтому такое огромное количество миллиардов долларов вкладывается в растление нашей молодежи. В то кино, которое зритель, как потребитель, принимает, усваивает, ну и пытается строить свою жизнь по тому, как в кино. Как один молодой человек, такая история, история про действия синематографа. Что какой-то романтический фильм посмотрел, прям настолько он его до глубины души потряс. А сам к тому времени был женат. Но в какой-то несчастный момент, где-то с коллегой по работе, какая-то искорка между ними пролетела. Ну, понятно, чья. Это же Купидон, блудный бес. И вот эти вот шарики с роликами сошлись. И вдруг все стало, как в кино. Те же слова, те же фразы. Тоже вечернее настроение. И закрутился роман. Семья разрушилась, еще не успев родиться. Возникла новая, так называемая, ячейка общества. Но ведь, ну куда денешь закон? На несчастье других счастья ты ж не построишь. Или через глубокое искреннее покаяние и несение промыслительных от Бога епитемий, ну, в виде каких-то скорбей. Когда человек понимает, что он несет искупительный труд за свои прежние подвиги, ну, как-то ситуация может стабилизироваться. Через величайшее таинство покаяния, данное нам от Бога, как спасение. А так, ну, как правило, кино создает иллюзии, которые превращаются в реальность. А вот и реальности люди думают, что жизнь можно прожить так, как в кино. А жизнь есть жизнь. И ничего общего с тем, что в этих экранных грезах происходит, не бывает. Причем интересно, Америка, страна двойных стандартов, какое-то время назад удалось побывать в рамках одной из общественных программ. И вот, прожив две недели с той стороны океана, планеты точнее даже, оказалось, что внутри этой страны все очень строго, очень целомудренно. В школах в обязательном порядке школьникам рассказывают о семейных ценностях, о ценностях воздержания до брака, о многодетности, о том, как создавать счастливые семьи. По телевизору не увидишь кино про расчлененных людей и про блудные отношения. Природа, спорт, политика, новости и добрые, хорошие семейные фильмы. На 60 каналах не нашел той дряни, которую у нас постоянно транслируют с утра и до вечера. Оказывается, нация заботится о здоровье своих граждан. Интересно, почему наша нация так себе ненавидит? Почему в нашем Отечестве бесконечно народ пичкают блудятиной? Неужели не хватает мужества, решимости, хозяйской воли? В чем причина? И разве это не понятно, что одна из главнейших угроз национальной безопасности это пятая колонна, которая заходит с тылу как диверсант и разрушает изнутри? Ведь телевидение это прекрасный элемент, инструмент для созидания доброго, разумного, вечного, прекрасного, чистого, если окажется в определенных руках. Неужели нет определенной воли, а только рассуждение о свободе слова, о том, что каналы не все принадлежат государству, но и на государственных каналах передачи о жизни, о семье и о любви очень оставляет желать лучшего. ну а потом какая свобода выбора у больных пристрастных к... ну как, это то же самое, что человек болен наркоманией, и положить там под каким-нибудь колпачком шприц с героином, сказать, ну у тебя есть свобода выбора, хочешь бери, хочешь не бери. О каком свободе идет речь, когда есть такое понятие соблазна, когда в каждом человеке блудная страсть живет, ну кроме всех остальных прочих, если ее удовлетворить или потешить, достаточно просто нажать кнопку и найти интерес по блудливой душе, ну кто от этого удержится? И задача старших и умных товарищей, ну как-то помогать немощным, больным и слабым, ограждать от соблазнов. Почему-то в Соединенных Штатах Америки это понимают. Очень хочется надеяться, что когда-то и в нашем Отечестве наступит время, когда мы будем свободны от засилия, навязчивой пропаганды, разврата и прочей мерзости. А невозможно воспитать в чистоте и в целомудрии детей, ну точнее не очень сложно, когда 99% эфирного времени занимает крайне вредной для души передачи и информации. Дай Бог, чтобы в нашей стране за молитвы святых мучеников Феодоры и Ди Дима, которые прекрасно понимали взаимосвязь между целомудрием и общением с Богом, между чистотой души и радостью жизни. Дай Бог, чтобы и наши граждане, среди которых абсолютное большинство христиан, которые обещали Христу хранить верность, в том числе верность и в сохранении себя от блуда, чтобы возлюбили эту добродетель, ну просто потому, что это важнейшее условие и земного человеческого счастья. Все же хотят быть счастливыми, но для этого же нельзя разрывать свою душу на части. Что происходит с ней в результате блудодеяний. Душа должна быть живой, целостной. Помогай нам всем, Господь! блудодеяний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok